Сегодня целый день здесь, в работе, в офисе, и динамичного блога не будет. Бегать сегодня сложновато, что-то и очень холодный ветер. А можешь начать с тех слов, что я официально заявляю? Сейчас, сейчас, про гороскопы. Прям официально заявляю, но я не верю в гороскопы. Бум, зафиксировали. Дэн, Дэнни, я погнал на работу. Кулачок. А Тём? На удивление, сегодня отличная погода. Да, дует холодный ветер, но при этом я еду в машине и чувствую, как жарит солнце. Радует то, что, наконец-то, скоро будет весна. Я приехал в офис. Кстати, как вам видок, смотрите. Рубашка, футболка, спортивные штаны. Просто, как гопник из подворотни. А фишка как раз заключается в том, что я выехал в джинсах, но разлил кофе на штаны и думаю, ну всё, ладно. Короче, поеду, тут просто переодену, потому что такое пятно хрен отстираешь вручную где-то в офисе. Если быть честным, то приехал в офис и меня просто развалило. Так что, даже вот такая штука спасает совсем чуть-чуть. Эти перепады погодные, это прям... Ну, я думаю, вы поняли. У меня есть немного времени перед доставкой, поэтому отвечу на один комментарий, который встречается крайне часто. Юлия, здравствуйте, Антон. Мне очень нравится ваше видео. Я сама хочу начать снимать видео на YouTube, но боюсь начать, как вы начали. Я много раз отвечал на этот вопрос. Я понимаю такую штуку, что с первого раза не всегда приходит информация быстро, доступно и отлично, нормально усваивается. Потому что у меня такая же ситуация, я могу спросить по несколько раз, и вот только, может быть, на седьмой, на шестой я прям точно понимаю всю информацию. Первый вопрос, который вы должны сами себе ответить, это тот момент, зачем вам создавать видео, ведь бывает нецелесообразно. Людям просто нравится красивая картинка, смотря какой формат вы хотите, и вы четко должны понимать, для чего. В моем случае это видеодневник и возможность связаться с другими людьми, донести свои мысли и получить какой-то фидбэк. По поводу боюсь начать. Я помню эти моменты, и когда я только начинал, много людей смеялось. Все будут смеяться, потому что они не привыкли вас видеть в таком амплуа, и люди, которые смеются, они перелаживают на вас свои страхи. То, что я бы так не сделал. Я бы никогда не ходил бы с камерой и ничего бы не снимал, потому что это выглядит тупо, глупо и так далее. Люди думают так, и это нормально для них. Но если вам хочется и нравится, это нужно сделать. Сложно ли было? Да, было сложно. Начинать вообще любое дело нифига не легко. Реально было сложно в плане того, что ты даже не знаешь, с чего начать. Поэтому советую посмотреть все каналы, которые вас интересуют. В плане того, что, ну, возможно, вам нравится формат какой-то, или стиль, или подача. И начинать какие-то вещи пытаться повторять. Повторить у вас 100% не получится, потому что вы другой человек, и, ну, это крайне сложно. Но само начало всегда сложное. И старайтесь не зацикливаться, что о вас думают другие. Потому что если будете зацикливаться, вы так и не стартанете. Поэтому просто поставь себе челлендж 20 самых хреновых видео. Первые 5 будут самые отвратительные. Дальше будут идти только по нарастанию. Лучше, лучше и лучше. И поэтому я только могу пожелать вам удачи. А еще задайте такой вопрос, если вам нравится сама съемка. Потому что мне в последнее время я заметил, ну, уже так года 2 или 3. Да даже больше. Нравится сам процесс съемки. Выставлять кадр, думать, что ты скажешь. Как поставить свет. Как сделать классный таймлапс. Кстати, давно не было таймлапсов. Мне самому иногда трудно записывать видео на людях. Потому что если в США, я смотрел много видео из США, ты идешь с камерой, люди просто смотрят, ну, им пофиг. Они привыкли. Особенно нью-йоркцы. Это вообще отдельная тема по поводу бойкотирования бомжей и других очень странных особей. А здесь Европа. Здесь консервативные взгляды. И ты когда достаешь камеру, примерно видишь вот такую штуку. Так что это часто здесь происходит. И я стараюсь каждый раз через себя переступать. Если, наверное, посоветовать, то лучше всего это делать где-то в отдельной комнате или в отдельной студии. Для начала лучше, чтобы никто не видел, никто не слышал. Это сильно сбивает на самом-то деле. Кстати, пару слов по поводу комментариев. ЕС 31 декабря 2020 года. Любой, кто хочет управлять дроном весом более 250 грамм. Бла-бла-бла, лицензии и могут тебя посадить на 5 лет, если ты что-то нарушишь. И высоту выше 120 метров. Объясняю. Все всегда нарушают высоту 120 метров. Вот любые футажи, которые ты смотришь на видео, ты примерно, примерно можешь понять, что это выше 120 метров. Но как это доказать в суде? Хрен. Я не знаю. А по поводу того, что 250 грамм... Я же говорю, DJI пошли на хитрость и сделали дроны 249 грамм. Поэтому под этот закон по весу ты не попадаешь. Если ты будешь превышать высоту 120 метров, тогда да. А так в целом всем насрать. А еще меня повеселила та часть, где написано, что службы Польши пользуются аэроскопом. Типа они обнаруживают другие дроны. Если вы что-то ой-ой-ой как нарушите, вам труба, труба, труба. Я не хочу никого обидеть, особенно службы Польши. Но так как страна, сама Польша, очень ведет себя расслабленно и спокойно здесь все происходит. И всем, по большому счету, друг на друга наплевать. Я просто видел этот темп жизни, потому что я здесь нахожусь 7 месяцев. Не думаю, что кто-то будет пользоваться аэроскопом. Только в крайне редких случаях. Вы знаете, на меня так часто влияет плохая погода и дождь. А сейчас пошел дождь, что камеру в руки брать особо не хочется. Нет, но влог я снимать дальше буду в любом случае. Итак, как выглядит действие после работы. Мы засовываем телефон сюда. Потом включаем два приложения Bold Food и Uber Eats. И типа молимся всем богам, чтобы заказы были близко. И вторая часть дня проходит примерно в таком ритме. Пока мы полностью не перейдем во Вроцлав и немножко сэкономим наши расходы. Ну, то есть все выглядит примерно как-то так. Я вот тут пытаюсь записать кусочек вас, что вы делаете дома. Та-дам! Что вы делаете? Помогите!